Вот такая гора посылок меня встречает, когда приезжают домой. Когда вы приезжаете в Америку, все начинается с того, что вам лень ходить по магазинам. Зачем ходить, если все привезут? Вторая стадия, это когда, ну первое, это лень ходить, все можно сделать онлайн. Вам привезут все, машину, носки, продукты, одежду, могут даже дом привезти, если закажете. А вторая стадия, это лень открывать все это. Это пипец, сколько вот коробки, бумаги, пакетов. Это пипец. Я даже не знаю, что вот это такое. Что вот это такое? Педре. Перде. Перде. Что такое перде? Я понятия не имею. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тренадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, восемь, восемь, девятнадцать, двадцать. Где-то 25 посылок. Офигеть. Это вот я пока ехал, там, назаказывал все, что мне нужно. Ну, например, вот это без коробки. Это сразу понятно, что это. А остальное непонятно. Вот это я даже не помню, что это такое длинное. А, King Size. Это Bad Frame. Box Spring. Это невероятно. Сколько дерьма. Сколько вот дерьма. Просто, тут, 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 просто невероятно. Это просто гора. Навалено гора дерьма. Картона. Представляете, сколько вот мусора. Просто вот я сделал заказки, заказы, покупки и вот столько мусора от одного человека. Сколько, в общем, мусора от Америки может оставаться ежедневно. Это просто невероятно. Распаковал все коробки. Блин, это заняло, наверное, час. Подставки под машину. Это набор для заправки кондиционера. Такой уже нормальный. То есть, необычо. Маслица. Это, чтобы ловить всяких жуков, тараканов. Не тараканов, а всяких жучков. Паучков, может, даже не... А, паучков, да, у нас паучок бывал тут. Вот для паучка. Это лестница для лодки. Но она не подошла по размеру. Она узкая. У меня не такая была. Я уже напечатал возврат. Это... Господи. Компрессор кондиционера. Но видно, что он восстановленный. Ребилд. Он был совсем дешевый. Какие-то копейки стоил на линкольн. Это ванна для масла. Для набора роликов. Это набор катушек зажигания. Это лампочки светодиодные. Какие-то супер модные. Это всякие штучки для кондиционера, для ремонта. Наборы целые. Не знаю, какие там размеры. Можно купить целый набор и не париться. И тоже с резинками набор. Фильтр для бензина. Фильтр масляный. Силикон. Всякие вот... Пробка масляная. Всякие инструменты. Это для масла. Прошится очиститель. Набор свечек 8 штук. Это же маска для свечей. Это я провод хочу поменять там частично. Что еще? Ну это всякие. На магнитах. Чашки. Щетки. Здесь набор коннекторов. Фары. Вот я вставил уже лампочку. Лампочка светодиодная. С кулером. Вот лампа. Фара точнее. Чуть не уронил сейчас. Тяжелая. Это вольт-митер. Нужно замерять там всякие. Весы. Тут понадобится, чтобы кондиционер заправить. Это для Теслы. Пластик. Чернить. Кажется. Кажется на этом все. А. Еще огнетушители. Четыре штуки заказал. И инструменты. Всякие. Начинающих. Тысяч предателей. Добро пожаловать к Жеке в гараж. Вчера был у меня долгий день. Жека возился в гараже. И думал это пройдет. Бесследно. Ой. У Линкольна фары пропали. И нечего будет снимать. Но как всегда контент сам идет в руки. И вот. Вот он контент. Сейчас. Сейчас. Вот где мои. Это. Это моча моя. Это кал. А вот. Вот это масло. Это масло. Из лодки. Лодка. Сиду. 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 Как она называется. Господи. Сиду челленджер. Три. Три цилиндра. Супер чарджер. И в общем-то я высосал. Именно высосал с помощью вот одной штуки. Вот у меня там лежит высасывающая вот это масло. И оно какое-то вот странное. Да. Вот я сейчас на свет покажу. У меня 1700 подписчиков. И должно быть примерно 1000... 100 тысяч. 100... 100 тысяч... Блядь. 100 тысяч 70. Блядь. Короче, у меня хер ва тучи экспертов по моторам лодочным. Поэтому, пацаны, нужна ваша помощь. Что не так с маслом? Я так понимаю, что оно хапнуло воды. То есть оно вот такое какое-то коричневое, жидкое. Масло здесь в оригинале идет... Вот оно в оригинале как выглядит. Видите? Вот так оно выглядит в оригинале. Новое. Вот так оно выглядит сейчас. Как будто вот, не знаю, с водой. А вот так я вытащил масло из двигателя Линкольна. Почему я разливаю по бутылочкам? Ну, такой у меня фетиш. По бутылочкам разливаю. Ну, это видно просто. Хорошее отработанное масло. Эта хрень еще воняет топливом. Бензиновый. Бензиновый двигатель. Rotex называется. 1503 модель. Вот такой вот... Вот такой вот... Вот такое вот масло в оригинале я заливал. Но его нереально купить в офлайне. То есть быстро купить его невозможно. И я нагугливал. Вот есть Rotex 5W40. 5W40 сейчас съезжу, куплю. Потому что я купил одну канистру. Думал, поменяю и все. Good to go. Но нифига. Это вот телефончик был в лодке. Это GPS-навигатор. Garmin. Но он нахер мне не нужен. Ну, почему-то был в лодке. Вот столько... Вот столько масла я вытащил из лодки. Я не знаю, сколько здесь. 3-4 литра. Без понятия. Сложно измерить. Надо было какую-то канистру нормальную купить, чтобы измерить. Да, телефончик нахер. Это твой. Это твой телефончик, да. Вот у меня вопрос. Что не так с маслом? Что мне делать с лодкой? Вот в чем вопрос. То есть, как бы не надо писать, что вот, Жека купил херню. Какой кошмар. Я как бы не парился за то, что я купил. Это всего лишь одна месячная зарплата. А двигатель сюда новый стоит где-то 3 тысячи долларов. Новый двигатель в сборе. Это вот бонусом шло. Вот так мотор открывается. Вот это тоже поднимается. Я здесь все помыл, почистил. Было более грязненько. И вот он двигатель. Вот баки. Топливные. И слева, справа. Топлива очень много. Вот три цилиндра. Ротекс. Засунул сюда шланг и высосал оттуда масло. А вон там масляный фильтр. В общем, пацаны, кто вообще в теме, напишите, что вообще делать мне с движком. Я сейчас попробую купить аналоговое масло. Тоже такой же вязкости. Я почитал на форумах. Есть тут у нас такой ротекс, который дешевый, ну, оно хорошее, дешевое, продается в Walmart, самое главное. То есть можно поехать и без проблем купить. Потому что вот это оригинальное масло, его надо заказывать, ждать 3 дня. 3 дня по американским меркам, это очень долго. И ждать я не хочу. Еще второй момент. Свечи. Вот я вроде бы все покупал по каталогу. То есть такое, какое должно быть. Вот здесь видите, свечи с наконечником. Блин. А у меня свечи без наконечника. То есть я только, у меня просто наконечник нужно открутить, что ли? Сейчас попробую. В общем, у меня в лодке вместо наконечника резьба. Вот как некоторые советовали открутить. Вот я открутил. Блин. Где? Вот я открутил. И нихера. Да господи. Нихера. Я сломал свечу. Теперь это мусор. Да, оторвалась. В общем, наконечник не откручивается. Нужны именно свечи. Теперь это мусор. В общем, свечи не те купил. Фигня какая-то. Ну, там свечи вроде в порядке, но, конечно, их тоже нужно поменять. Как бы это логично. Странно, что свечи не те. Это вообще странно очень. Так, дальше, что у нас с Линкольного? С Линкольным я пытаюсь поменять кондиционер. Вот здесь вот все. А, кстати, сейчас вот еще будет видео. Я засунул камеру в цилиндры, в лодку. Вот посмотрите, как выглядят цилиндры. Один, по крайней мере. Потому что остальные были подняты, и я не смог их посмотреть. Это вот, блин, масло вообще какое-то коричневое. Да, вот оно прям как будто с водой. Может быть, хапнуло воды. Что с этим делать? Может, разобрать, посмотреть. Либо попробую еще раз поменять. Может, просто давно не меняли. Фиг его знает. Так, в Линкольне я тоже просто масло менял. Заливаю вот такое вот. Мобил 5В20. А он не работает, Матвейшка. Не работает. Да, не работает. Здесь у меня были какие-то кисленные контакты. Я вот их отрезал, начистил и сделал вот такую штуковину. Сам сделал. Обжал. Вот у меня есть инструмент специальный для обжимания. Провод. Больше не будет окисляться. Дальше мне нужно поменять кондиционер. Я уже купил кондиционер. Походу, надо колесо снимать. И где-то там вот есть у меня надежда, что я дотянусь до кондиционера. Может быть, нет. Он без кондиционера во Флориде, на линкольне не очень. Здесь тоже вот все ржавое было. Немного зачистил. Надо, конечно, это все разобрать и покрасить, но я пока не буду этим заниматься. Сейчас мне нужен специальный ключ, чтобы открутить чтобы открутить вот этот вентилятор, пропеллер, снять кожух. Там потому что ремень в плохом состоянии, все ролики в плохом состоянии. В общем, он ездит просто уже на честном слое. Фары я поменял. Ой, купил новые. Сейчас поменяю. В общем, ремень, ролики, кондиционер, фары, масло, фильтр. И желательно еще свечи поменять. И еще фильтр на топливо я купил, тоже надо поменять. У меня есть такая магнитная штука. Очень удобно. Вот такой штукой я чищу всякую ржавчину. Лодку, кстати, поставил на учет. Вот видите, номерок приклеил. Это вот надо самому все клеить. Ты платишь там три сотни баксов и тебе не дают ничего. Только номер, который ты должен наклеиться с двух сторон. Сок у тебя, да, малыш? Да. Вот такая вот уже мастерская, уже гараж в мастерскую превратился. Что у меня? Тут вообще набор всяких лаков, блин. Я еще даже этим не пользовался. В общем, у Линкольна масло нормально выглядит. У лодки ужасно. Что с этим делать, я не знаю. Попробую еще раз поменяю. Заведу, проверю. Я, кстати, долго искал в этой лодке, где у нее, блин, это охлаждающая жидкость. Прям искал. Начал гуглить, гуглить в интернете, как выглядит у других ребят этот мотор. Благо, мотор везде там ставился, одинаковый. Матвеечек, осторожно, шлепнешься, блин. Господи, три годика, Матвеюшка, а ты лезешь везде. Залазь тогда. Осторожно, здесь пропасть. Давай, давай. Хочешь на мотор посмотреть? Да. Давай. Опа. Так, вот здесь тоже открывается. В общем, вот этот холдер, это здесь была охлаждающая жидкость. Я думал, вот козлы. У меня нет охлаждающей жидкости двигателя. В итоге потом я нагуглил. Ну, в общем, я бы прям долго потратил времени, чтобы понять, где у меня охлаждающая жидкость оказывается. Здесь, ну, изначально, в Сиду ставят на эти моторы именно замкнутый круг охлаждения. То есть, он охлаждается с помощью антифриза. А здесь мне уже поставили кит. Они переделывают, короче, вот этот суперчарджер поставили. Они переделывают на охлаждение водой. Ну, то есть, водой из-за борта. Из-за борта воду берет двигатель и охлаждает себя. И здесь вот стоит такой кит. Я прям нагуглил, нашел его. И это потому, что более эффективно водой охлаждать. Более эффективно. То есть, у тебя постоянно холодная вода. А здесь вот, когда антифриз, он же плохо охлаждается. Как здесь охлаждается? Здесь воздуха нет. В общем, все хреново. Поэтому люди переделывают на охлаждение водой. А завод ставит охлаждение антифризом, потому что это, ну, типа, проще обслуживать, типа, меньше геморроя. Потому что с соленой водой, ну, он же соленую воду берет. Соленая вода все разрушает и приходится потом после каждого... Ой, блин. После каждой поездки приходится ну, короче, мыть его. О, двигатель. А, эту штуку там... Сзади мотора там вставляется шланг. Заводишь его, подаешь воду и ждешь, там, не знаю, минуту, пока он промоется. Мотор-то вроде нормально выглядит. Это все вроде норм выглядит. Бензином здесь пахнет еще сильно очень. Мне все-таки кажется, что либо бензин попадает, либо вода попадает. Ну, он вроде бы ездит без проблем. Все окей. Но, как бы, неохота встать где-то там в океане. Не очень будет хорошо. В общем, пойду сейчас масло куплю. Попробую еще раз поменять. Посмотрю, как оно будет выглядеть. Может, вы просто давно не меняли. И оно так плохо выглядит. Счера его знает. Опа! Вот я покрасил. Можно еще? Можно. А что-то? Это вот цеплять лодочку, Матвеечка. Это лодочку. Лодочку цеплять, да? Любишь лодочки цеплять? Да. На лодке любишь кататься? Да. Нравится? Да. Классно? Да. Покажи класс. Как? Что? Что говоришь? Так классно? Да, это классно. Так классно. Линкольн я вот поднял. На четырех стойках держится. Вроде хорошо держится. Но все равно было стремно залазить. Почему мы с Матвейкой босиком и в носках? Потому что тут чисто, ребят. У нас тут чисто. В Америке чистота. Это реально сложно понять. Но тут просто чисто и все. Что там? Что там? Муравьишка? Нет. Нет? Тогда не знаю, что там. Максим. А, это блик, Матвеешка. Блик от телефона. В общем, все равно было стремно подлазить под низ. Непривычно мне. Но все равно я масло вылил. И там, походу, что-то накапало уже. Ага, масло накапало. Офигеть. Вот это я ремонтник, короче. Там масло капает. У меня здесь есть карлсон, который нужно открутить. Он крутится, это пропеллер. Короче, он сам по себе крутится. И поэтому вот так просто не открутишь. Его надо держать, крутить. Поэтому у меня есть вот такая штуковина. И молоток. Так. Вот. У меня есть карлсон. ненавижу эту машину пацаны это кусок мусора я сейчас я так и не смог открутить этот дерн долбаной пропеллер это просто невозможно то есть ей задействовали возможно там все все просто заржавела просто навечно вечное у меня уже все вот инструменты я долбил 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 держал долбил был это бесполезно бесполезно это не не знаю как это откручивается это все это это issant yeah я прям не знаю намучился уже готов при час ее нас валка это просто кусок гонна это не Это кусок ржавого говна Уже сто раз пожалел, что с ней связался Смотрите, как еле открутил этот долбанный фильтр Там просто невозможно подлезть Невозможно к нему подлезть Я не знаю, его вроде меняли Должны были менять Вроде бы свежий Там просто невозможно подлезть к нему Просто нету возможности подойти к нему поближе Там нету места вообще Просто все сделано просто ужасно, отвратительно У меня есть даже специальный инструмент И вот там, вот он внизу, в самом, видите В самом низу был этот долбанный фильтр Я его замучился крутить Это какой-то просто отвратительно Ужас Уже пожалел, что связался В общем, не буду я больше ничего делать Сейчас соберу все обратно Я хотел еще свечи поменять Но кажется, это абсолютно бред Топливный фильтр, может, поменяю еще Там Вот этот вот ремень Его под замену Ролики им нужны под замену Кондиционер нужно менять Я не могу подлезть, потому что не смогу Не могу снять вот это место И там просто нет места Вентилятор не могу снять И поэтому не могу больше дальше ничего сделать Снять вентилятор не представляется возможно Это кусок говна Ржавый кусок говна Я уже готов купить новую Лишь бы с ней не связываться Просто отвратительная машина Я снял колесо В надежде, что вот здесь будет доступ К компрессору Не работает кондиционер Нужно поменять компрессор Компрессор я уже купил Осталось только поменять И я купил специальное устройство, чтобы его заправить Это все можно вернуть Не проблема Проблема могу ли я это поменять И я пришел к выводу, что нет Лучше всего лезть сверху Для этого нужно снять вентилятор Кожух Разобрать весь передок А я не могу снять этот долбый вентилятор Он не откручивается То есть вся проблема в снятии этого вентилятора То есть вариант решения Все-таки купить специальный инструмент Который может быть позволит мне это открутить И разобрать все спереди полностью Либо все-таки обратиться к сервису Скорее всего я обращусь в сервис И попрошу это сделать Вот он видите Он вон там Господи, где он? Короче вон в самом-самом низу Вон он в самом-самом низу В самом-самом низу Не видно его Либо можно Я видел на роликах на ютубе Люди подлазят Вот он видите прямо по центру Но тут опять нужно кожух снимать Вентилятор снимать Все эти патрубки разбирать В общем это кусок ржавого дерьма Я не хочу им заниматься уже Все нервы себе проел Херня полная Наверное в сервис дом Пускай делают Могу сделать только мелкий ремонт И все Масло поменять Фары поменять Какие-то фильтра Здесь уже Уже слишком все сложно И долго И мучительно больно Из-за того что Если бы она была новая Если бы ничего не закисло Если бы ничего не было ржавое Если бы все Откручивалось бы нормально Это было бы окей Но все ржавое И из-за этого занимает Времени намного больше Чем могло бы быть Поэтому мне надоело Тормоза вот свеженькие Я их менял Пневмо вроде держит Ржавчины много Но это норма Ладно Поменяю фильтр Бензиновый Посмотрю может до свечки достану И то наверное уже не полезу в свечи Как-то меня это уже все напрягло Поменял топливный фильтр Вот он Примерно он менялся В прошлом тысячелетии Судя по тому Как он выглядит И вот в принципе Все вот такого вот цвета в машине Цвета ведра Короче поковырялся я И вообще В общем мне советовали Не трогать ее И дать ей спокойно умереть И купить новую В принципе Теперь я понимаю Что в этом правда есть Она конечно еще поездит Если ей позаниматься Но Лично я больше ей заниматься не хочу Масло поменял Фильтра поменял Масляный фильтр Топливный фильтр Фары новые поставил Само масло поменял Сейчас покажу Поставил светодиодные Светодиодные фары Оригинальные Ну в смысле они выглядят как оригинал Только лампочку Вон светодиодную поставил Все сделал Тест драйв Ездит Вроде нигде ничего не чечет Замерил последний раз масло Вот здесь так дергаешь Открывается Кондиционер в общем поменять я не смогу Все там плохо Подлезть к нему невозможно Еще поменял клеммы Клеммы просто были в говне Заржавели Вот сделал вот такую клемму Вот теперь красиво смотрится Эту пока оставил Хрен с ней Фары вот Свеженькие Новые Все мелочи Вроде бы ни хера Ничего не стоит Но я вот не могу Открутить эту хрень Свечи по идее Надо поменять Но я что-то даже До свечей у меня уже Руки не дошли Я уже плюнул на все Я уже вижу там Одна катушка Даже треснула Одна катушка Вон там Она треснула Она работает И как бы Хрен с ней В общем Сделал аппоинтмент Я не знаю Там через неделю Заберут ее Пускай делают Уже хер с ним Пускай возьмут Там две тысячи баксов Три Но я этим заниматься Больше не хочу Это кусок Кусок Ржавая корыта Просто С Tesla у меня Все заняло Три часа Просто потому что Там ничего не заржавело И все спокойно Открывается Матвейчику Лишь бы Порулить Ага Потом Папе отмывать Так Эта тачка Вроде бы Классная Но Не хочу Больше тратить На нее время В общем Наигрался я В механика Пацаны Все спасибо Механика Это не мое Спасибо что Дали мне понять Вон старые фары Купил масло Rotella Т6 Для лодки Написано Heavy Для дизельных Траков 5W40 Но Я почитал Американские формы Все как один Льют вот эту херню Потому что Она везде продается И говорят Что вообще Никаких проблем Льют И все Заебись Якобы Они там Посмотрели Спецификации Спецификации Полностью Совпадают Я заряжаю Батарейку Она за месяц Разрядилась Чуток 80% Написано Заряжено Все Здесь все Чисто Я все Подмел Пол абсолютно Чистый Можно ходить Босиком У меня Пацан Постоянно Выбегает Все здесь Чисто Пацаны Здесь чисто Я вообще Сейчас ездил Тест драйв В носках Делал По району Кружился За это вообще Не парюсь Потому что Грязный пол Надо для Теслы Купить Крюк И возить Лодку На Тесле Все Как вариант И не париться С этой тачкой И кондиционер Надо починить Тачка вроде бы Классная Блин Но надо немножко заняться И все будет окей Только я не буду этим заниматься Потому что Мне это задолбало Здесь я проапгрейдил Лодочку Здесь ничего не изменилось С этой херней Надо заняться Будет Тоже Но вроде На скорость не влияет Поэтому Я с этим тоже окей Пока что Вот такие выходные У простого пацана В Америке Куча запчастей У меня тут Всякая Всякая Куча всего Ребятки Целый день я сегодня провел В ремонтах В гараже У себя Можешь сказать Такой мужской отдых Так Где Вот это вот Вот это вторая Вторая банка С маслом Я слил Из лодки Второй раз То есть То есть я залил Новое масло Целую канистру Дал поработать Пару минут Двигателю Вырубил Вырубил его Слил Слил Получилось Вот это То есть Масло Паработало Два часа Ну что Оно такое же В принципе Я не знаю Такое же Все Двигатель Вроде ровно Работает Все окей Вот масло Коричневое Получается Я завтра Поеду В тестовый Ну Прокачусь Пару часиков Недалеко И потом Еще раз Наверное Поменяю масло Ну Чуть-чуть Потемнее Было Когда я Вот Его Вытащил Сейчас Фонарик Включу Оно Было Чуть-чуть Потемнее Стало Такое Осадок Ну Какие-то Пузырики Я не знаю Что Это Сложно Сказать То же Самое Просто Видимо Давно Не меняли Масло Вот Что Я думаю А Мотоциклетный Это двигатель Как в мотоцикле Четырехтактный Три Три Цилиндра Непонятно В общем Теслу Вот Намыл Буквально За Полчасика Видите Стекло Какое Идеально Чистое Люблю Когда стекло Идеально Чистое У меня Все Спрашивают Женя Чем ты Там Намыл Я В инстаграм Выкладывал Видос Как у меня Шел дождь А я Ехал Без дворников И капли Не задерживались На стекле Я Сначала Мою Стекло Вот этим И Потом Вот Этой Штуковиной Ватер Репелент Ранекс Какой Ну вот Он тут Нарисован Результат Точно такой же Как нарисован Он пахнет Спиртом Я Им Намазываю Стекла Жду Пока он Высохнет И потом Стираю Сухой Вот такой Вот Вот такой Штукой Микрофиброй У меня Целый Набор Очень полезно Очень удобно Мыть Вот старые фары На мусорку Буду выкидывать В общем Отлично Сегодня поработал Фары Поменял Масло Поменял В машине В лодке Съездил За другим Маслом Поменял Фильтра Топливный Масляный Вот масляный От лодки Он был Как новый В принципе Там все Вот такое Как новое На самом деле Свечи такие Как будто Только что Их вставили И мотор Выглядит Как будто Его только что Вставили Все очень Свежо Выглядит Пылесос У меня Вот такой Вот Здесь у меня Мусор Я складываю Ничего Выкидывать Нельзя Вот гараж Я почему В носках Потому что Я здесь Сразу же Выдуваю Всю грязь Тут у меня Абсолютно Тишечистота Все масло Я оттер Вот я заезжал Сейчас Небольшие следы Это просто Влага Абсолютно Чисто Лодку Зарегистрирую Трейлер Еще нет Продаван Мне должен Прислать документы На трейлер Либо мне Самому Придется Их делать Что не хотелось Завтра Поеду С Матвейкой Либо Послезавтра Протестирую Лодку Покатаюсь Пару часов Кондиционер Отдам Чинить Нормальным Людям Которые Что-то В этом Понимают Все Ребятки Вот такой День Грузчиков В Америке Целый день Провел В гараже Занимался Какой-то Ерундой Вот такой Отдых Лайки Комменты Туда Сюда Подписки Пишите Ребятки Что у меня По поводу Этого масла Что у кого Какие мысли Все-таки Это немножко Темнее Это посветлее Я думаю Что видимо Просто давно Не меняли Потому что Это вот Абсолютно Новое масло Буквально Две минуты Двигатель Работал На этом масле И оно Стало Сразу Таким же Кто-то Говорит Что он Водянистый Я в инстаграм Спрашивал В принципе Оно Точно Такое Не знаю Не могла Вода За две Минуты Залиться Может быть Это чуть-чуть Более Водянистый Чуть-чуть Более Потому что Вот это Двухминутное Масло Точно Такое В общем Пишите Что мне С этим Делать Семина